Это определяется на нескольких главах. В прошлой главе была посвящена группу «Ума». В сегодняшнюю главу посвящена театру «Мазуха». Йоргий Дмитриев. Добрый вечер всем. Как это представлять мне надо? Мы ангелы представляем. Я представляю, что я народный артист Украины, академик всяких международных академий и так далее. Сегодня мы предоставили такую возможность как арт-хаус показать часть того, что я и мои коллеги делаем в масках. Там удивительные внизу, кто видел экспозицию, впрочем, как и везде. Там выставлены в разделе «Перекройка» в 80-х годах костюмы наши, фрагменты флага, которые мы рисовали, сами разрисовывали его в Гамбурге в 89-м году. Там висит костюм, который я делал, расписывал его масляными красками. Он как холст для ночной симфонии, в котором ужасно неудобно было работать, но он пригодился просто как отдельное произведение использования. Сегодня я представляю... Ну, мы думали долго, что же показать. Вот из такого... Хотели 7 дней с русской красавицей показать, но недавно мы показывали на вечере Юрия Володарского в доме Клоуна. Я решил показать фильм «Одесский подкидыш», потому что он был в прокате в украинском, но очень маленькими экранами. К сожалению, мне не удалось договориться с дистрибьюторами, так чтобы они ему хорошо поставили сетку. Я его так самокатом отдал в некоторые кинотеатры, и прокат уже закончился. Поэтому я думаю, использовать такую возможность нужно... Вот видите, у вас так много со мной возблагодарных зрителей. Здесь есть еще два стула. Я долго не буду о картине рассказывать, тем более, что сейчас тут идет... Что-то там не получается. Только что открывался файл... Уже все получается. Уже все получается. Ну, еще нет, но почти. Да. Я расскажу предысторию этого фильма, потому что об этом можно снять отдельный фильм. Несколько лет назад, 6 лет назад, Гарри Голубенко наш, знаменитый, я считаю, великий одесский писатель, драматург, я уверен, убежден, что если бы он жил где-то в другом городе, в другой стране, в Москве или в Париже, в Санкт-Петербурге, в Нью-Йорке, он бы был намного популярнее, известнее. Вот. И вот мы начинали с Георгием Голубенко в 84-м году, когда мы только молодые маски начали работать в филармонии, мы начинали играть вот такие совместные выступления. В первом отделении трио Сущенко, Хаин Голубенко представляли, значит, свои монологи, которые они вот еще из старого КВН нам вот перетащили, писали что-то новое, а во втором отделении мы играли концертную девятисментную программу «Маски». Вот. Потом долгие годы мы встречались только лишь вот на каких-то совместных тусовках одесских, вот отечественных, где-то в других городах и странах. И вот Гаррик пришел, говорит, у меня есть пьеса. Как потом я выяснил, он ее писал для Романа Карцева, не помню, кто из женщин должен был играть, и для Яши Левензона. Но как-то так получилось. Володя Олейников, ленинградский режиссер, он говорит, давай лучше «Деливу» пусть «Маски» сыграют. У них театр есть. И он пришел к нам. Я говорю, ну давай пьесу. Он говорит, нет, я ее сам почитаю. Он прочел эту пьесу. Я пригласил Корю Барского, Наташу Гуськову, Наташу Делееву, еще кто-то там был. И мы, конечно, когда слушали, мы просто животы надорвали пьесу. Она мне так понравилась, что я тут же решил ее ставить в нашем театре. Пьеса написана на трех героев. Два мужчины, одна женщина. Я поставил эту пьесу. Гарри Голубенко очень активно участвовал. Он приходил на все репетиции. Он приходил на полчаса раньше. При том, что Наташа Бусько на полчаса всегда опаздывает. Бусько пил кофе, чай. Садился в зале, следил за репетицией. Что-то подсказывал, что-то придумывал, тут же на ходу дописывал. Что-то я его просил переписать или дописать, что-то убрать. Он охотно соглашался. Причем уже гораздо позднее, когда Гаррика не встала, к сожалению. Его близкие говорили, что он очень трепетно относится к своим текстам. Он не дает слова выбросить. Он говорит, как это? Он позволял тебе менять что-то. И он по твоей просьбе менялся. Но, тем не менее, вот такая у нас была плодотворная работа. Мы сблизились еще больше. Гарик, он такой, как ребенок просто. Он горел этим, как дети играют в какие-то игры. Вот он такой увлеченный человек. Более того, когда мы выпустили премьеру, у нас был банкет такой сразу после первой премьеры, или после третьей, не помню. И Гарик говорит, я уже начал писать следующую пьесу, рассказал сюжет. Сюжет потрясающий. И мы так загорелись. И он хотел стать нашим таким автором, который бы дальше продолжал пополнять репертуар театра Маски. К сожалению, этого не произошло. Но я еще должен сказать, что наш театр Маски действительно уникальный. Он, как и в свое время Глобус и Мольера театра, существовал только за счет репертуара своих собственных авторов. Шекспир писал для Глобуса, Мольера для своего театра. Гальдони также писал для определенной труппы и многие-многие другие. И тогда ведь никто не ставил эти пьесы Шекспира в других театрах. Это уже намного позднее стало все достоянием человечества. Так что я думаю, что и Борис Барский, и Гарри Голубенко, и все, кто пишет. Потому что наш театр играет только свой собственный репертуар. Ну, я думаю, что лет через сто Борис Барский будет как Галдон Шекспир. Ну, поживем, увидим. Правильно? Проверим. Вот. И так я возвращаюсь к одесскому подкидышу. Спектакль шел очень хорошо. На него все больше и больше приходили зрители. Мы стали гастролировать с этим спектаклем. Да, но через месяц после премьеры Гаррика не стало. То есть мы уехали на гастроли. Вот так это внезапно. Абсолютно здоровый был, веселый, жизнерадостный. Все хорошо. Вместе вот коньяк пили на премьере. Его не стало. В общем, мы очень загрустили. Потеряли близкого друга, человека. И год, играя в спектакль, я как-то так лелеял такую мысль, которую я обсуждал с Гариком, чтобы снять фильм. Потому что история очень интересная. И я решил снять фильм, посвященный Гарику Голубенко. Обычный путь – это обратиться, значит, подать заявку в... Как это ведомство называется? Я тогда подал в одну раз. Госкино. Госкино, да. У меня был опыт общения. Я с каждым разом все больше и больше убеждался, что там совершенно другие законы существуют. То есть не рассматривается ценность художественного произведения. Рассматриваются там совершенно другие какие-то схемы. финансовые откаты и все такое прочее. И я решил сделать краудфатинг, создать краудфатинговую историю. Нашел платформу на старте. И вот ребята молодые, они стали помогать. Я об этом ничего не понимал. Мы год работали, собирали, собирали деньги. И очень мало было собрано. Потом пришла Яна Делиева, моя дочка, исполнительный проезд. И как-то так. Она продолжила эту работу. И все очень быстро собрали. И спустя два года я снял фильм. Снимал его быстро, но монтировал. Были сложности там. Потому что очень многие люди мне предоставляли просто бесплатные услуги. Ну то есть я благодаря этому фильму, благодаря краудфандингу, не столько открыл для себя каких-то новых творческих открытий сделал. А вот я вдруг стал понимать, что в мире очень много настоящих друзей, людей порядочных, людей, для которых все-таки не деньги на первом месте, для которых на первом месте творчество. И мне многие помогали деньгами спонсоры. И многие компании помогали вот просто своими средствами. Камера, свет мне давали с огромной скидкой. Там 80% скидки. Я 20% всего платил. Мне приходько, видите, предоставил киностудию свою бесплатную. Я только лишь там оплачивал какие-то текущие расходы. А никакой аренды не взял. Это самая дорогая у нас в Украине киностудия. И очень многие люди работали, готовы были даже бесплатно работать. Естественно, я платил деньги, потому что бюджет какой-то был, я собрал. Но люди работали не из-за денег, а вот работали с любви к искусству. Фильм камерный. Я сразу хочу предупредить. Подождите, еще не показываю. Подождите, подождите. Ну, рано. Не смог же должен быть. Сейчас. А? Я делаю. Подружается. Давай. Не мой. Вы проверяете, да? Ну, хорошо, проверяйте. Я пока буду рассказывать. Фильм камерный, потому что он поставлен по пьесе Гарика Голубенко. Но там гораздо больше персонажей, там много объектов. Это же Нью-Йорк, вы увидите. И Нью-Йоркского артиста. Моего друга. Ну, Галёшу. Галёв Кетлера. Вот, увидите артистов. Не буду сейчас надкусывать. Тоже мои друзья. Помогали. В принципе, когда вы будете готовы показывать фильм, вы мне махните, и я скажу приятного просмотра. Еще пару минут. Хорошо. Тогда я еще порассказываю что-то. В принципе, если есть какие-то вопросы еще до просмотра фильма, я готов на них ответить. А вы помните, что у Лёши Семеновича Заславского? Заславского? Ну, конечно. Лёши Заславский мой друг. Мы с ним общаемся и видим, что мы его сейчас не покажем. Привет передавайте. Все. Да, Заславский мой еще и там, конечно. Я снимался в Одесском Сувидее, играл такого одесского реального героя, месье Рагумовского. Корону взял подделку, отправил ее в Лувы, ее там купили, приняли за настоящую. И вот Галис Славский он консультировал всех актеров относительно старой одесской речи и одесского поведения. Вот, так что мы так продолжаем сейчас с нами. Ну, могу пока кратенько еще ответить на какие-то вопросы. А все съемки были в Одессе? Нет, значит, в Одессе только на Туру я снимал, ну, то есть улицы Одессы. Все интерьеры снимал в Киеве. Вот, потому что там в Киеве дешевле, в Киеве качественнее, и у меня там больше друзей. И Нью-Йорк там есть. Такие? В павильоне. Это декорация. Все интерьеры – это павильон. Декорация, павильон. Потому что каких интерьеров в Одессе точно невозможно? Вот и есть. Это вот из компьютера. Теперь надо его проводочком привязать. Потеряете, придя в этом театре, посмотреть спектакль. То же самое и наоборот. Можно посмотреть спектакль, смотреть фильм. Совершенно два разных произведения. Ну, что он за человеком? Там на колонке должно быть задолжено. Да, я сейчас снимаю. Ну, сейчас еще в третьем. Ну, там небольшие эпизоды. Мне кажется, очень неплохой фильм будет на Сетиве выходить. Особлыва-брыхлыва история. Я там играю русского царя. Такие вымышленные. Это не конкретный царь, там, Иван Гроза или какой-то. Ну, это просто русский царь, там, премьерлеченческий фильм, комедия. Вот. Потом фильм «Память солнца». Костик Коновалов снимает зеленый родительство. Ну, там был один съемочный день. Там две сцены. И сейчас «Беглянка». Вот у меня послезаправдие. «Беглянка» класс. Тоже небольшие эпизоды. То есть больших таких фильмов нет. В котором я играл главный ролик. А в Японии было где-то? А в Японии, да. В Японии я был, я играл слава сноу-шоу. Я где-то раза в два в год. Просто больше не имею возможности. Потому что надо в Одессе здесь работать и сниматься. Но я работаю славу. Практически во всех его театральных проектах. В Японии я был в Японии. Осаки и в двух городах. Какая-то фестивальная лига, который планируется? Он был на международном кинофестивале «Листопад» в Минске. Но он был вне конкурса. Я не успел конкурс подать. Но очень хорошо принимали. И так сейчас я не restart.